Значит, приближается конференция, я вчера уже как-то так думаю, у меня уже мысли на конференции, о чем говорить, как все это будет, братья завтра приезжают уже, пастор Николай, Алексей, молитва будет завтра, будем на молитве вместе, там надо песенки, в общем, в свободе, аллилуйя. И я думаю, ой, слушай, надо же проповедовать еще как бы одно, так, и Дух Святой мне просто стал показывать, о чем говорить, и не знаю, Иисус Господь, аминь. Слушайте внимательно, аллилуйя, а куда Дима Таруси-то делся? А, аллилуйя, я брат, видишь, как это, пока домашняя церковь, так можно, да, ну так, не сильно официально быть, и такие вещи. Слава Господу, значит, знаете, какой вопрос, то есть такой, интересный, а почему вот то, как делаем мы правильно, ну почему вот именно так, то есть. Смотрите, всегда есть такая тенденция, каждое учение говорит, что они правильные, вот. Я не сказал сейчас о том, почему так правильно, про наше учение. Я сейчас говорю, а почему Христос это правильно, ну, почему именно вот Иисус. Если отстраниться и смотреть с точки зрения религии, то каждый, ну, по-своему, ну, рекламирует свою религию, у них свои правила, и у христианства тоже этого очень много, на самом деле, всего. Чем вот именно христианство, вот именно если говоришь христианство, чем оно вот там лучше мусульманства, то есть, например, да, вот. Меня, честно говоря, сильно христианство не интересует. Вот, масса, которая, оно очень разное, очень большое, и там всего было много, и всего происходит. А вот, и я как бы так, знаете, задумался, думаю, а вот, вот как я, то есть, ну. Я сразу вспомнил тот момент, когда я принял Иисуса Христа в свое сердце. Тот вечер, то есть, те перемены, которые я еще не понимал, они произошли. Я стал немножко так вот размышлять, думаю, как вот, почему мы, вот все-таки же есть как-то правильно, да, вот как-то правильно же существует. Да, вот есть ислам, есть иудеи, да, а есть буддисты, у них там тоже все, там, кришнаиты всякие существуют, всякие, да, вот. И есть всякие языческие культы, и современные какие-то религии есть, и науки, да, вот. Почему, как вот, как оно все-таки по-настоящему правильно? Как-то же есть, правильно? Вот. Мы верим, что это Иисус, правильно? Что это именно Иисус. Нас интересует, вот смотрите, когда, вот бывает такое, и может быть и я в этом был, ты впадаешь, ну, как сказать, вот в движение, вот ты отставишь свою церковь, там, наша церковь самая лучшая, там, почему, почему. Я не знаю, может быть, у меня так случалось проповедовать, или говорит, там, наше учение, все отстой, все остальные, мы, я, видите. Но если так вдруг звучало, это неправильно, вот, не так должно это звучать. Что я хочу отстаивать, это то, что Иисус есть Христос, и Он Спаситель. Аминь. Иисус много что учил. Для чего мы, давайте так, вот для чего мы стараемся какие-то вещи делать? Если ты этого не понимаешь, они тебе так надоедят, тебе, ну, вот это вот про разглашения, всякие разглашения. Сейчас вот взяли Библию читать, там, по голове отписываться. Вот мы там в группе, команде отписываемся. Вот, для чего это? Это только с одной целью, чтобы мы живем в мире. Мира очень много, очень много. Он вокруг нас, и мы прям в нем пребываем. Сегодня мы еще сильнее. Раньше христиане, они как-то держались скучнее. Вот, а сейчас ты только телефон открыл, ты уже в мире, там, вжу, тебе новостной поток, и просто льют тебе в уши всего, всего подряд. Ты, не только тебе льют, ты еще и сам туда лезешь, то есть, но нет, чтобы все заблокировать, так ты еще, как бы, еще и тык, и пошла, то есть, да. И начитался, и всего, и мир, многие. Вот, смотрите, сегодня такой, знаете, хаос будет, да, немножко. Вот Иисус, смотрите, вот пришел Иисус, да, Христос на землю. И вот, предположим, что Он правильный, да, и Он знает, как все устроено. Для нас вот этот мир, вот Он, только этот мир. А Он знает, что этот мир, это не совсем то, как все устроено. Там есть другой мир. И он, ну, скажем так, этот пройдет. Рано или поздно он пройдет. Мы знаем, да даже тупо ресурсы здесь закончатся, и кислорода скоро тут не станет. Ну, скоро там, не знаю, 100-200 лет тут растает все, все там, кто-то затопит, не затопит. Нефть, газ позаканчивается рано или поздно. Солнце, в конце концов, может угаснуть, да, там, оно даже не угаснуть, ему не надо угаснуть. Ему нужно чуть-чуть потухнуть, то есть, и тут сразу все замерзнет. Поэтому здесь этот мир, мы точно знаем, он закончится. И вот приходит Иисус, Он знает, что, когда ты закончишь жизнь, ты не закончишь ее в земле. Ну, или там тебя сожгут и пепел. Ты продолжишь ее. И он пытается переубедить людей и объяснить, что, слушай, блин, все гораздо круче и все гораздо больше. Вот. Если он прав, да, и он говорит, там есть два места. Ты попадешь либо в одно, либо попадешь в другое. Вот. Так не спланировалось, но так все пошло. Спасибо Адаму. Спасибо Еве. То есть, вот, спасибо тебе, дьявол, да, то есть, ну, не спасибо. Все вот так перевернулось, так случилось, то есть, и пошло. И он пришел с этой идеей. Вот. Иногда, вот мы сегодня с Оксаной говорили, у нас такая рождается идея, ну, что мир, знаете, как вот дьявол, он делает христианство, мы там услышим какое-нибудь антисвидетельство, там что-то случилось, там кто-то чего-то натворил, там кто-то упал, а вот, знаете, все. И мы думаем, у меня были такие мысли, да в миру проще, чем с верующими, то есть, ну, они бывают такие нехорошие, как-то в миру, наверное, люди добрее, но потом ты оказываешься в миру, как бы, и видишь там, что происходит, какой мир злой, какой мир недобрый. И все люди в нем познали и добро, и зло, то есть, и умеют делать зло, и обманывают, и крадут, и желают тебе зла, блуд, нечистота, и весь мир, потом ты понимаешь, нет, 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 тут что-то не то, вот. Вот, но дьявол, он так умеет соврать тебе, что слушай, да что тебе, тебе христиане, то есть, ну, и вообще, кто сказал, что правильно, что христиане, кто это сказал? Что ты знаешь, как говорится, на рынке религии, на рынке труда много предложений, вот, надо разобраться, интересно, вот. Вот, и лошадь, она такая, знаете, очень пагубная в том, чтобы, так почему же Иисус? Почему Иисус? Но, мне, знаете, сразу вспомнилось. Первое, то есть, я вспомнил про те две палочки, которые там висят, вот, это было во имя Иисуса. Я вспомнил сразу про роль девушки из Междуреченска, которая не могла ходить нормально, и которая потом бегала. Думаю, подожди, это было во имя Иисуса, как будто, знаете, на мой мозг, как будто такая такая, а почему же Иисус, то есть, 20 лет спустя. То есть, так, 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 давай-ка себе напомним, что это было во имя Иисуса, и это произошло. Но, над чем я тружусь, чтобы это происходило чаще, а лучше бы всегда, вот. И мы делаем провозглашение, и делаем все наши группы и команды с одной целью, чтобы, находясь в этом мире, ты все равно продолжал расти Сына Божьего, потому что это не так просто сделать. Мир очень сильно тебя форматирует, так скажем, да, заряжает своей информацией. Поэтому тебе нужно это все делать. То есть, это может показаться некой такой скучной деятельностью, какой-то религии опять развели, опять вот то-то-то надо делать, то-то-то. Это с одной целью, чтобы как-то противостать вот этому, что тебе постоянно говорится, понимаешь? Не потому, что там мы служение, движение веры, и у нас так принято. То есть, не из-за этого. Это все должно, все должно служить одной цели, чтобы и ты, тот, который ты в духе, все становился больше похожий и внешне, да, чтобы ты становился похожий по повадкам, по поступкам, по мышлению, по делам на Иисуса. Понятно, что это само по себе не происходит. Нужно для этого трудиться и нужно расти в Него. Ладно бы никаких побочных ветров, то есть, но мы видим, что дьявол очень нам мешает. Мы не уехали в лес, не едим только мед и шишки, траву. Мало того, мы, простите за слово, жрем тут все подряд. Питаться этим нельзя, поэтому мы тренируем веру, чтобы смертоносное кушать, и ничего нам не повредит. Куча информации, неизвестно, что будет, злоба, войны, экономика, какие-то процессы постоянно происходят, все волнуются, что же будет. То есть, в этом во всем надо как-то разобраться. В семье тоже всяко бывает, да? Там, кстати, сидит сестра. Всяко в семье тоже бывает. На этом фронте тоже. Работа. Тут вообще тоже всякое происходит. И ты во всем этом, тебе нет времени сесть и только заняться преобразованием своего разума. То есть, читать, исповедовать. И поэтому, соответственно, если ты и этого не будешь делать, то процесс будет идти крайне медленно. Вряд ли ты успеешь до 120 лет. Точно. Потому что час в неделю точно тебе не хватит. Просто поток информации этот гораздо больше. Понимаете? Это первое. Второе. Когда пришел Иисус, мы точно знаем и видим, что иудейская религия очень грамотная. Никто так не грамотен, как они в плане, как это было все устроено. Ни одна религия не может с ними сравниться. Насколько были прописаны правила. Шаг, шагни и то прописано. В субботу сколько нужно пройти, прописано. Что с жертвой сделать? Все прописано. Значит, шкуру сюда, мясо часть сюда, часть сюда, кости туда, а пепел сюда. Здесь помыть, здесь убрать. Сюда не ходи, сюда не смотри, сюда не трогай, это не ешь, это не то. Это все были такие конкретные правила, что когда началась вот эта движуха туда вот с еврейством, я подумал, ну слушай, мы точно уже не успеем разобраться, даже до 120, то есть надо было начинать с самого детства тогда, чтобы как-то понять их все правила, это невозможно. Поэтому и приходит, и они выстроили отношения с Божьей. Система, целая система, полностью, все по правилам, правильно? Пришел Иисус, он какой-то странный, он не вписывается в правила. Более того, складывается впечатление, что он их нарушает, причем где-то прям специально. При этом как бы так не придерешься, не сильно как-то нарушает он их, так вроде как и выполняет, но в то же время не совсем это. И тут вспоминается три головы бытия. Там много чего случилось в этих трех главах, но там интересная фишка, там не было всей этой системы, там было общение. Бог приходил к человеку общаться. Все было построено на взаимоотношениях человека и Бога. Там не нужно было приносить жертву для этого общения, правильно? Не нужно было совершать все эти телодвижения и все эти вещи. И Иисус пришел восстановить отношения с Богом, правильно? Восстановить это потерянное. Иудеи пытались достичь Бога через все свои правила. Мусульмане, они пытаются достичь Аллаха через все свои правила. Буддисты пытаются, у них есть свои там правила, и они пытаются достичь Бога. Все религии пытаются достичь Бога. У человека дыра внутри. Дыра называется праведность. и пытаются они эту дыру закрыть тем, чтобы достичь и пережить это состояние праведности, правильного положения, как человек был устроен, то, как он сделан. И поэтому они не знают, мы их и не обвиняем, мы никого вообще не обвиняем. Они не знали как, они как-то пытались, поэтому народилось столько религий, столько всяких культов и всего с одной целью, чтобы вот это вот, вот это чувство, ну, вот эта вот, вот эта дыра, вот эта вот, она закрылась и как-то приблизиться к этому состоянию праведности. И вот сердце действительно религии, сердце религии достичь. Что сделал и Христос? Он нас туда поместил. Мы уже там, мы не достигаем сегодня никакой праведности, мы уже праведны во Христе. И нас сравнить с другими религиями, нас невозможно сравнить, мы не похожи. Если откатить камеру и убрать вот эту вот сосредоточенность на Иисусе, туда христианство, всякие правила, посмотрите на православных, то все, пятое, десятое, это сюда, вот они ходят, не пойми, что, то ли язычество, то ли это храм, вроде святых есть, но и косточки целуют, не пойми, это язычники делали, а святой святых у них, это вообще иудейская тема, вот, и алтарь у них есть, они такие, как бы всего понамешали, чепоточку язычества, чепоточку христианства, от иудеев возьмем, и получилось православие, католики тоже недалеко ушли, и все, и все вот в этом, и они, конечно, когда на это смотришь, все, ну, слушай, а чем это все отличается, может быть, даже буддизм, он даже интереснее, вот, вот, или, не знаю, там, ислам, он тоже, и поэтому, когда ты не понимаешь, как все работает, и почему, то, конечно, ты, как бы немножко, ну, в такое входишь, ну, а что бы такого еще интересного найти в этом мире, надо сравнить, ну, что сразу христианство, побыл я в христианстве, ну, может, ислам, он как-то вот прикольнее, то есть, да, вот, почему бы нет, но оно прикольнее, пока ты здесь, а пока ты когда-то окажешься там, ты осознаешь, то, что достичь Бога не может никто, никто не может его достичь, ни одна религия не может его достичь, они все пытаются и делают этот путь, наш же путь, Христос достиг нас, он уже нас поместил, он сделал, чтобы восстановило отношения наши с Богом, и мы уже там, аллилуйя, то, чтобы в Эдеме было потеряно, Иисус это сделал, и восстановил, аллилуйя, аминь, слава Господу, теперь смотрите дальше, что Иисус еще совершил, когда Он ушел, Он сказал, я пошлю вам на землю Духа Божьего, аллилуйя, ни в одной религии этого нету, понимаете, какая фишка, то есть, когда начнешь копать поглубже, возьми Ислам, я ничего плохого про него не говорю, но это все Ислам, или это будет, не знаю, или это будет, ну, давайте вот большие, буддизм, то есть, по сути, вот этот человек несовершенный, и его, то есть, его загоняют иудеи, самые, самые грамотные в этом, они загоняют тебя в рамки, вот этого, твоя натура, какая натура, мир лежит во зле, а от чего он такой, ну, не явно не из-за оленей, не из-за китов, не из-за белок, ну, то есть, не они принесли это зло, кто несет зло, одно существо несет зло, человек, и несет зло такое, что и думать-то не хочется ничего, да, вспомнить, вот история, как такое можно сделать, вот, и это еще не самое страшное, что было на этой земле, далеко, поэтому, какое извращение, и это постоянно происходит, на всей земле, везде умирают люди, от убийства, от насилия, везде, сейчас где-то кого-то насилуют, на этой земле, а кто-то стариков обижает, и ребенка своего, кто-то, прям какой-нибудь отец, или отчим какой-нибудь избивает, сейчас, у миллиардов, это происходит, всегда, правильно, и это существо злобное, загоняют в религию, в правильную, думаю, ну что, они неправильные, и только ты тронь, там полезет, сразу все, полезет, вот, и его загоняет, что сделал Иисус, пришел Божий Дух, Аллилуйя, я могу примеры привести, из нашей церкви, а он, женька взять даже, или, я знаю людей, которые были бандиты, бандиты, с большой дороги, вот, они людей били, убивали, у нас приезжал пастор, пригласим его скоро, Леонид, вот, то есть, ну я не знаю, мы же все смотрели фильмы, там, бандитский Петербург, или что, вот этот человек, прямо оттуда, и прямо вот, не те, которые там, шестерки, там, кто смотрел этот фильм, жмурки, жмурки, да, вот эти ребята там, а это вот как Михалков, то есть, да, который там был, вот, этот, коронованные ребята были, то есть, это люди, которые, ну зло, прям натуральное, ну вот зло, прямо тьма, вот, со своими правилами, жестокими, которые, вот, представляете, как изменить этого человека, что с ним можно сделать, кто его изменит, ислам, ислам его не может изменить, кто, Будда, что ли, никто не может изменить, вот, конечно, вы понимаете, столько антисвидетельств, но мы и понимаем, не во всех верах, не во всех верах, но мы видим, когда происходит, одно событие, Иисус Христос принес, человечеству, он понимал, это человечество, изменить невозможно, вот в том состоянии, как оно есть, нужно новое рождение, нужно новое рождение, ни у одной религии этого нету, и Дух Божий пришел, чтобы нам родиться заново, и когда грешнику приходит Святой Дух, понимаете, как дьявол сегодня устроил, он фокусируется на каких-то странных вещах, но он никогда не покажет, сколько христиане сделали, никогда не покажет, что такое настоящая христианская семья, там не бывает идеально, но вот эти люди, которые были, да вот, даже мы смотрели, интересное свидетельство, мы его не стали смотреть, но краем зацепили, когда показали людей с улицы, там бомжей, вот этот омок, которые, ну ребята, короче, выбрали такой образ жизни, бомжевать, это, наверное, это было сначала хиппи, ну они даже видно, там борода, косынка, вот это, наверное, это сначала было круто, а потом ты уже из этого и не выберешься, вот, и когда они приняли Христа в свое сердце, да, и потом они стали изучать Библию, и потом показывают, кто они там, они, у них там целый склад, они еды просто набирают, ну за свой счет там, и кормят людей, бизнес у них там, все это такое, бизнес там, все это, то есть, это просто, вот знаете, такое бах и преображение, кто это может делать, никто не может это совершать, брать злобного человека, падшего, который просто с ним не договорится, он постоянно тебя обманет, человек лжив, когда я говорю, дьявол всегда обманет, про человека, я подразумеваю, что это дух этого демона, в этом человеке, и человек под его влиянием, он всегда тебя обманет, всегда, Иисус Христос сказал, я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком, там слово интересное, вот это жизнь, это не просто жизнь, я не пришел дать тебе работу, не пришел дать тебе, там, чтобы у тебя домик был, машинка у тебя там была, и цветочечки росли у тебя под окошечком, все так мило, красиво, и утром птички поют, не эту жизнь он пришел принести, это все нормально, но мы просто так сильно на этом часто сконцентрированы, нам так этого хочется, вот, он пришел перемену эту принести, из падшего создания, новое творение совершить, новое рождение свыше, дьявол очень борется с этим, он очень пытается это исказить, извратить, обмануть, украсть, мы все ему принадлежали, и борьба не закончена, он пытается вернуть свое назад, он пытается, для него это очень важно, во-первых, ты очень покажешь, как все несовершенно, если ты снова к дьяволу уйдешь, во-вторых, то есть, для него это некое, ну, скажем так, ну и что, смотрите, то есть, я победил, мы видели этого немало, вот, человеку никак не выбраться из его состояния, но рождение свыше дает выход из этого, и это сделал Иисус, аллилуйя, аминь, итак, давайте мы немножко прочитаем, давайте начнем с Иоанна первой головы, Иоанна первая голова, четвертый стих, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, аминь, давайте мы в современном переводе еще, жизнь была в нем, и эта жизнь была светом для людей, мы смотрим, когда говорим, ну, а что там христианство, не христианство, мусульманство, какие, мы не о религиях должны говорить, и не о образованиях, не о нашей церкви, нет, суть в Иисусе, в нем, и суть-то в Аллахе, вот что сравниваете, или Будда, Кришна, не система человеческая, которая там разрослась и устроилась, а вот не религии нас интересует, а именно, кто может дать выход, Библия говорит, Иисус, Он свет человеку, Он его просвещает, Он приносит эту жизнь, ты не можешь выбраться из этого без Иисуса, никто не может, Иисус приносит жизнь, наше отношение с Богом, наше отношение не в том, чтобы выстроить служение Кари Блейка, христианского движения веры, церкви Христа, Юрия или кого-то, это все такое вообще, люди искренне иногда подвязываются, такими фанатами становятся этого, где-то мы были фанатами кого-то и чего-то, вот, это все такое нетвердое основание, и ты потерпишь крах, если ты в этом так действуешь, наше отношение с Иисусом, вспомни, кому ты нужен был, и кому ты нужен, вспомни, когда тебе было плохо, кому идти, кому прибежать, и Библия говорит, он свет, и мы тянемся к свету, у нас есть эта потребность, нам нужен свет, мы устали от тьмы, в мире ее так много, и нам нужен этот свет, правильно? И Иисус, мы увидели, Он пришел и принес его. В пятом стихе написано, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек послан от Бога, имя Ему Ян, он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Девятый стих, в современном переводе, свидетельствовал об истинном свете, который приходит в мир и просвещает. Только этот свет может просветить человеку. Никакого нет другого света. Ни Аллах, ни свет. И Мухаммед, ни свет. Будда, ни свет. И Кришна, ни свет. Никто не может человека просветить. На автомате, что ли, а почему Иисус именно? Откуда ты взял? Мы знаем, как Он это сделал. Мы знаем, никто так не сделал. Как Он сделал? Он дал Духа Божьего, который пришел и изменил тебя. Поэтому, когда стоит здесь Леонид, я вижу благочестивого христианина. Но вот так, если послушаешь истории, то думаешь, и как это возможно? Я представляю, насколько Женя извел свою семью, свою жену, своих это, когда он был наркоманом. Как это изменить? Ты не можешь договориться с наркоманом. Он тебя всегда обманет. Все время обманет тебя. То есть, этого человека лучше вообще вычеркнуть из жизни. Потому что этот человек украдет или тебя подведет. И вообще, ты не хочешь жить такой жизнью, иметь отношение с теми, кто тебя постоянно подводит. Правильно? Ты не хочешь такого работника себе, ремонт, который просто у тебя деньги возьмет и пропадет. Правильно? Ну, там образно. А наркоман – это худшее, что есть в этом такое, которое просто. Как его изменить, это существо? Как это сделать? Что с ним возможно сделать? Договориться? Давай будем исполнять заповеди. Ага. Да, давай, давай будем исполнять. Он все тебе пообещает. И все нарушит. Потому что дьявол всегда обманывает. И тот дьявол, который в человеке, всегда обманывает. Всегда. Вот. Наркоманы просто – это ярчайший пример вот этой грани. Но все люди такие. Все люди так или иначе такие. Когда их начинаешь препарировать. Когда начинаешь их смотреть жизнь, их поступки. Как все было. Я вспоминал, мне на день рождения, мы вспоминали дедушку моего. Такие хорошие люди мне всегда казались. Бабушку мою. А я когда слушаешь истории, думаешь, как они жили. Как они жили. И какой это был сплошной обман и блуд. И как в этих условиях еще как-то выживали, радовались, жили, продолжали. Как это все было? Куда пойти? К какому свету обратиться? Иисус говорит, я их свет. Я свет. Как он это делает? Рождение свыше. То есть, Дух Божий приходит к тебе и начинает тебе жить. И ты меняешься. Только так это может спасти. Сегодня христианство находится не в лучшей форме. Не в лучшей форме. Надо признаться. Сегодня так много стало всего. Но давай, отведи камеру. И посмотри сегодня, какая молодежь. Какая... Давайте вот молодежь ее возьмем. Ну, то, что там матерятся все, это понятно. Не уважают старших. Понятно, да? Вот. И причем это хорошие ребята и пацаны, и девчонки в большинстве случаев. Но она такая, какая она есть сегодня. Вот у тебя есть проект, как ее изменить? Как ее изменить? Там улучшить условия какие-то там, программы, не знаю, давайте как-то их там в кружки какие-то будем записывать. Комсомольские значки им прицепим там, ну или что. Это самое. Это как-то помогло однажды, что ли? Это невозможно изменить. Как с ними можно... А что может их изменить? Их только одно может изменить. И мы таких случаев знаем. Откуда мы знаем? Разве это теория? Это практика. Когда пришел Дух Божий, Женя изменился. Человек, который был просто животное, стал другим. Его супруге еще надо это понять. Вот. Насколько, то есть, это изменилось. Она пока... Ну, раз она не с нами, она еще не верит в это, да? Но просто поражаешься, насколько Бог велик. Как можно взять падшее и изменить? Это правилами невозможно изменить. Невозможно. Правила у иудеев были самые лучшие. Они и сейчас есть. И это было не очень хороший народ. Мягко говоря. Злобный. И все проблемы все те же. Поэтому Иисус, это совсем другая личность. Но я говорил о нем как-то там. И вот он такой. Самая фишка в том, что он пришел ко мне. И он сказал, я знаю тебя. И он говорит, будешь ходить со мной. Слушай, ну это... Кто так может какое божество к себе допустить? Какое божество может так вот, чтобы ты прям с ним сросся в одно? Никто не может этого сделать. Аллилуйя. Это невозможно. Правильно? Что это дает, то есть? Обязывает ли это к чему-то? Вот Адам ни к чему не был обязан. Он просто наслаждался этим общением. В нашей жизни мы тоже должны понять. И Иисус это сделал, чтобы мы восстановили с ним отношения и наслаждались этими отношениями. Молитва. Не для того, чтобы там тарабанить и выпращивать. Молитва это наслаждение отношений с ним. Аллилуйя. Аминь. Молитва это прямой доступ, когда тебе плохо и трудно. Люди не хотят, может быть, там, да им не до тебя. Да и помочь они не могут. А это прямой доступ, где ты можешь прийти и сказать. Предаю в твои руки. Вот тебе нравится, когда проблемы на тебя перевешивают? Ну, как бы мне вообще, мне зачем твои проблемы? Мне твои проблемы не нужны другу. Вот я люблю Оксану. Но мне ее проблемы никак не надо. Спасибо, оставь их себе. Я помолюсь о тебе, сестра. Никто не хочет чужих проблем. Своих хватает. То есть, ну, знал бы ты мои проблемы, да? Вот. А у него нет с этим проблем. Он всегда ждет тебя. Приходи. Твои проблемы, мои проблемы. Так он говорит. Вот что для меня Иисус. Я когда думал об этом. Что для меня религия? Я ненавижу религию. Я не люблю религию. Мне она не нравится. Но что дал мне Иисус? Он сказал, теперь ты чистый. И ты тоже свет. И ты праведен теперь. Что значит праведность? Вот сейчас я пытаюсь научиться жить согласно этому. Я понимаю, мой статус уже такой. Но я хочу, чтобы эта праведность раскрылась во всей красе. Как это? Потому что Иисус был праведен. И в нем раскрылось это в полноте. Теперь я расту в том, чтобы и во мне это было. Чтобы мое правильное положение перед Богом, человеком, творило то, что творил Иисус. Вот почему я исповедую, говорю, тренируюсь. Все это делаю с одной целью, чтобы Христос проявлялся через меня. Не потому что мы создали религию и говорим так только правильно. Так не работает. Но в корне всего это лежит Иисус и любовь к Нему. Аминь. Аллилуйя. Да, подождите, я что-то еще хотел сказать. Потому что я-то только начал. Аллилуйя. Итак, хорошо, знай, Иисус единственный, кто может помочь. Аминь. Всегда. Дьявола не слушай. Дьявол нарисует тебе кучу картин там. Ну, вот здесь нам не помогло, здесь не помогло. Поверь мне, настоящее рождение свыше всегда поможет. А там, где что-то не произошло, было несколько причин этому. Чаще всего рождения не было. Человек не изменился. Природа не изменилась. Вот. Второе. Есть еще одна личность, которая тебя пытается совратить. Давайте мы откроем. Первое Петра. Пятая глава. Седьмой стих. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аллилуйя. Ты можешь жить сам. Ты можешь жить сам. Я не хочу жить сам. Я не хочу жить сам. Мне кажется, что у меня есть тот, на кого я могу возложить все свои проблемы. Меня это устраивает. Я не вижу в этом никакой... Ну, то есть, это как бы не очень равно. Он свои проблемы на меня не кладет. Ложит, кладет. Как правильно? Кладет, да? Да. А вот. В любом случае, не так, не так, мне не надо. А вот. Его проблемы нет. Но мои проблемы его почему-то интересуют. И мне это нравится. Слава Богу. Мне не нужно замаливаться и не нужно приносить жертву для этого. Он себя принес в жертву. Правильно? Вот. Мне не нужно заплатить за это. Он заплатил за это. Иисус. У него есть силы и авторитет. И он говорит, это все открыто для тебя. Я полностью все сделаю. Вот. Аллилуйя. На что это похоже? Ну, как бы это точно похоже. И точно Библия об этом говорит. На... В нашем случае, как бы звучит брак. Мне не нравится слово. На отношения мужа и жены. Правильно? У нас все общее. Деньги общие. А медсестра? Да? Проблемы. У нее нет своих проблем. Но такие семьи существуют. И в миру этого тоже много. Там у каждого свои проблемы. Это не так должно быть. Проблемы – это наши проблемы. Ее ситуация – моя ситуация. Со здоровьем что? Меня это касается. Меня со здоровьем положили. Ее больше всего это касалось. Вот. Было прикольно. Ну, как, очень важно мне, чтобы приходила, хотя не пускали. В 20 морозов, в 30 морозов, то есть, было важно ее увидеть в тот момент в больнице. То есть, могла бы, в принципе, не приезжать, сказать, ну, как бы ты там давай, я за тебя помолюсь с миром Божиим. Ешь, питайся, грейся. Ха-ха-ха-ха. Вот. Это так. Вот, что принес нам Иисус. Вот, что принес Иисус. Ни одна религия не приносит этого. Потому что религия и не может принести. Религия приносит тебе, скажем так, правило попытаться достичь Бога. Иисус нам принес место, где мы уже воссели. Теперь нам нужно в этом наслаждаться этими отношениями. Мы не готовимся стать частью семьи. Мы уже семья с ним. Аминь. Апостол Павел говорит, соединяющийся с блудницей есть одно с блудницей. Вот. И тут он говорит, соединяющийся с Господом есть одно с Господом. И Иисус не принес единства с ним. Вся моя движуха. Вот. Общаться с вами, молиться с вами, читать Библию. Это все, служить, молиться за людей. Это все только из одного, что у меня с ним отношения. Я его люблю. Я знаю, как он сильно любит меня. Никто не любит меня так. И Таня, и рядом меня не любят так. При этом я верю, что она любит максимально. Но его любовь превосходит все. Мы можем причинять друг другу боль? Можем. А он не может. Он всегда меня любит. Меня это устраивает. На такие отношения я согласен. Я их терять не хочу. Но их можно потерять. И мы читаем. Трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Дьявол ищет, кого он может поглотить. Во-первых, давайте в очередной раз напомним ему, что он всего лишь подделка льва, как рыкающий лев. Мы знаем, есть только один лев. Из колена Иудина Христос, Иисус, лев. Аллилуйя. Аминь. Дьявол всегда подражает Богу. Всегда. Дешево. А вот. И сердито, да. И он рыкает, как бы, типа, тоже изображая. И ищет, кого он может пожрать. Кого он может пожрать. Кого может. А значит, не всех. Не всех он может пожрать. Он ищет, кого пожрать. Давайте я покажу точную фишку, как он может пожрать. Смотрел в мире животных? Да. Там вот стадо бежит. В Африке там особенно, да, вот бежит стадо. И бежит за ним хищник. Кого он может пожрать? Тот, кто отстал от стада. Отбился. Правильно? Аналогия точная. Очень точная. Вот. Поэтому церковь не просто так придумана. Ну, слово такое стадо. Ну, стадо, да, стадо. Ну, в хорошем смысле. Да, мы вместе. Вот. И дьявол, он ищет. А кого можно пожрать, то есть? Как бы нас пожрать никак не можно, нельзя, то есть. Но если ты отходишь от него, то он, Павел говорит, братья, сестры, трезвитесь, трезвитесь, бодрствуйте. То есть, будьте начеку. Дьявол ищет, кого он может пожрать. Аллилуйя. Иисус пришел дать жизнь с избытком. Правильно? Жизнь. А дьявол пришел украсть, убить и погубить. По какой-то причине дьявол умудряется вложить тебе в мозг, что в этом мире можно жить нормально. Нет. В этом мире постоянно что-то происходит. И покой нам только снится. В целом. И хлопает так, что потом все почему-то бегут сразу к Богу и вспоминают о нем. Нету здесь райского места. Вот. Не война, так болезнь. Не болезнь, так другой человек, какой-то сосед или еще кто-то. Что-то постоянно происходит. Не сосед, так ты сам. Умеешь делать зло. Аллилуйя. Поэтому здесь, то есть, Божья защита, она существует. Мы живем под кровом Всевышнего. И под сенью Всемогущего мы покоимся. Мы несовершенны. Мы такие интересные его дети. Но он покоит своих детей. Мои дети тоже несовершенны. Вот. И тем не менее, я не говорю, ну а я все, не буду защищать. Мы всегда под его защитник. Правильно? Когда человек отбивается от стада, он уходит. И дьявол сеет сегодня. Да елки-палки эти христиане. Церковь эта. Церковь. Люди вот эти вот раздражают они. Люди эти неправильные все. Живи ты сам. Смотри, как хорошо. Как легче. Живи сам. Вот. Аллилуйя. И человек, он как бы действительно уходит в это. Откуда я это говорю? У меня были такие мысли. Мне бывало хотелось уйти в мир. Ну как сказать? Ну спрятаться от христиан. Потому что бывают такие ситуации, когда взгляд настолько суживается. И ты видишь, ну бывают проблемы. И ты думаешь, вот вся вот эта вот религия, как она меня задолбала. Но меня всегда держала. Ты из-за религии пришел? Нет. Из-за кого ты пришел? Кто тебя привел? Он. С ним есть проблемы? Он тебя когда-нибудь подводил? Нет. Меня никогда не подводил. Вот. Он всегда за меня, всегда рядом. Всегда любит. Всегда не оставляет. Почему я продержался? Наверное, ну по разным причинам. И первое, потому что в основании всего лежал он. У меня любовь к нему. Я люблю его. Он. Ну это тупо оставляет сильного. И отходить-то не сам смогу. То есть. С возрастом как, спасть уходит. Вот это вот. А, да, спасть. Спись. О, спасибо. Да, 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 да. Короче, грудь колесом уходит куда-то. Все могу. Я там сам с усам. То есть. Нет. Ты понимаешь, что так все как бы зыбко. Все очень зыбко. Особенно, когда появляются дети. И ты становишься вообще, чувствуешь незащищенность перед миром. Куда мы боимся детей отпускать? Во двор. Ну я не говорю, что там гулять или не гулять. Я не про это. Но мы переживаем, чтобы кто-то не появился злой с ними общаться. Он научит плохому. Правильно? То есть. Мы знаем, чем это все закончится. Все плохое я принес именно оттуда. Мы знаем, что страшно отпустить в этот мир. Ибо там очень много зла. Как же защитить? И вот все это. И когда мы говорим, да ну что, какой бог? То есть. Я сам смогу. Ты не... Ну, как бы... Попробуй, ты точно можешь. Чем все кончится, как бы даже известно. И каждый человек думает, нет, нет, со мной так не будет. Тропинка топана 2000 лет, нормально. Все это было, все это есть. Все это кончается одинаково. Дьявол ищет, кого он может пожрать. Вот. Поэтому мне не нравится идея о том, что... Как мы качаем какую-то тему. Ну, там, вот такое движение, все самое правильное. Таких движений было много. И после нас, если Иисус еще не придет, будет еще больше. И каждый будет говорить, мы, 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 мы. Это не так должно быть. Суть всего. Я принял новую жизнь, новое творение. И я хочу научиться жить в ней то, как это максимально возможно. Потому что Иисус заложил плюшек очень много. И благосовений. Он позаботился о каждой сфере моей жизни. О каждой. И это все лежит. Нам нужно это, ну, скажем так, ну, воспользоваться этим. Научиться это применять. Научиться пользоваться, то есть, этими штуками. Правильно? Инструкция, даже инструкцию дал. Поэтому, конечно, это все кажется таким каким-то неким процессом. Но в сердце всего лежит Иисус. И без Иисуса я не очень хороший человек. Человек не может быть хорошим. Человечество должно себя лелеять и тешить, что есть герои, есть хорошие люди. Потом, когда ты узнаешь жизнь этих героев, ой, там все как-то так, все как-то оно, как-то все не так однозначно. Многое всего было. Поэтому здесь вопрос в том, что без Иисуса невозможно. Невозможно. Но нужно держаться крепко за Него. Потому что дьявол ищет, чтобы на уши присесть и обмануть. Скажет, слушай, а что Иисус? Смотри шире. Смотри шире, то есть. А вот. Будьте осторожны. Будьте внимательны. В том, чтобы не отпасть. Скажу вам одну фишку. Я ее уже объяснял. Объясню еще раз. Вы же не торопитесь. А если ты торопишься, я тебе говорю, побудь чуть-чуть еще. Я почти заканчиваю. Это интересно устроена фишка. В нашем теле течет кровь. Вообще, я не знаю, насколько мы так поразительно устроены. Там нереальные потоки крови текут. Они циркулируют. Видишь там, да? Я даже не вижу ничего. И если ты отрубишь себе палец, кровь туда не начнет поступать. Правильно? Все как-то на этой крови, как-то все замешано. Эта кровь там в мозг куда-то уходит. Как только кровь переступает поступать в палец, с ней начинает что-то происходить. Он начинает гнить. Правильно? Ну, чернеет там. Если его успеть пришить назад, то нормально с ним все будет. А что в него пришивает, начинает происходить с ним? Туда начинает поступать кровь. Без крови по ходу дела, короче, что-то там все загибается. Но я не специалист. Я вот на уровне своего вот понимаю. То есть Иисус сказал, что важно быть в теле. Почему? Кровь течет в теле. Течет в церкви. Я не знаю, как устроил Иисус. Она в церкви течет. Какой церковь? В этом здании она точно не течет. Здание у нас красивое, но не самое лучшее, не самое... И мы еще как в подполье даже. Явно здесь нечем похвастаться. Поэтому течет она именно в какое-то духовное такое устройство. Именно этих взаимоскрепляющих связей. И Иисус нам четко сказал, вы церковь, мое тело. Кровь течет внутри этого тела. И когда ты в теле, кровь умывает тебя. Понимаете? Как только ты... Что ищет дьявол? Оторвать тебя от церкви. Вот. Понимаете? Когда тебя дьявол оконтузил, для тебя церковь становится неприятным местом, и люди эти неприятные. Вот. И он начинает тебе врать и давить, что слушай. Во-первых, в Бога можно верить самому. Самому можно верить. Во-вторых, как бы слушай. Ну, там, про религии мы уже поговорили. Он еще может что-нибудь искать. Главное тебе вырвать отсюда. И ты не понимаешь. То есть, палец, он такой не понимает, короче. А что этот глаз мне? Вообще, то есть, что ты можешь взять, что глаз? Ты только можешь хлопать, то есть, да? Вот. Ты вообще, что можешь? Ладно, палец так не скажет. Рука точно может сказать. Ну, что-то от тебя вообще глаз там. Вот. Вот без меня, что ты будешь делать? Да? Может так человеку? А это же, понимаете, прямой прообраз того, как Иисус это сказал. Выгорит, есть тело Христово. Давайте так. Мы не говорим, как это получилось или как это было в твоей жизни. Как это на самом деле устроено? Иисус, голова, правильно? Он не тело. Он не все тело. Он только голова. А церковь его тело. Голова сама по себе, вы знаете, ну, как бы странное явление такое. И он, но он целостный. И он сидит на престоле славы сегодня. А десну и отца по правую руку. Аллилуйя. Аминь. Так ведь? И, и эта голова, она говорит, ты, церковь, ты мое тело. И не может сказать глаз, я вообще, то есть, ну, зачем мне все? Мне нужны мне все. И вопрос, то есть, ну, представь себе свое тело, что будет с глазом, если как бы оно оторвется и куда-то само попытается пойти, то есть, да, двигаться или двигаться или как-то существовать. Не может. Никто не может. Понимаете? Поэтому устройство церкви, я понимаю, почему дьявол именно сюда бьет. Невероятно важно. мы каждый друг без друга, хана нам будет. Но дьявол именно это сюда и давит, чтобы тебе посеять ложь, что все зло, это церковь. Церковь зло. Вот зло, что такое. Ну, причина его понятна. Потому что церковь – это не зло, а церковь – это жизнь. Почему жизнь? Христос ведь жизнь, но церковь – его тело. И ты не можешь быть в теле, быть живым и не в теле находиться, потому что кровь тебя не омывает от всякого греха. Церковь – это общение. Если вы не будете иметь общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа не омывает вас. Мы должны быть вместе, обязаны быть, чтобы не пропасть. Не обязательно эта церковь. Не обязательно. Но я всегда говорю, будь в церкви. Церковь, вы понимаете, это точно не воскресение, посещение. Это именно жизнь со Христом и с такими же, как ты, подобными. Именно те, кто его любят, именно его дети, семья, общение. Дьявол пытается это разрушить больше всего, потому что он знает. Ты же не знаешь, как все устроено. Ты думаешь, все плохие, ты сам хороший. Вот. А дьявол знает, как все устроено. И он никогда тебе не откроет этого. И не скажет, что слушай, ты такой глупый, что ты оставляешь тело. Потому что я тебя съем. Вот. Как съем? Очень просто. Способов у меня много, но они все такие банальные. Я тебя съем болезнью, я разрушу тебя, я приведу тебя в зависимость снова, ты будешь наркоманить, я тебя на алкоголь снова посажу, вот, или просто тебя, ну не знаю, просто убью тебя. Пошлю своего товарища какого-нибудь, который служит мне, и он тебя убьет. Или что-то тебе на голову может прилететь. Вот. А лучше сделаю войну и положу вас там тысячи. Вот. И все вы пойдете в мое царство. Поэтому здесь как бы все так. Поэтому я нужен тебе, а ты нужен мне. Вот. Потому что вместе мы церковь. И когда мы вместе, кровь омывает. Что у меня получалось, это всегда держаться церковь. Разные времена у меня были. Хорошие и еще лучше. То есть, да. Прямо вот так хорошо было. Так хорошо хотелось сказать. Пошли вы все со своей религией, со своей церковью. Хуже всего. Ничего не придумаешь проблем, как в церкви. Вот такое даже мнение у меня бывало. Вот. Но слава Богу, читал Библию, разбирался, понимал, хватало ума не отвалиться. Потому что понимал, что что-то тут не то. Это не Иисус. Не мне нужно держаться церкви. Почему? Потому что это Иисус. Да, церковь это Иисус. Ну а что делать? Что делать? Если так он устроил. Но он неспроста так все устроил. Очень грамотно он все устроил. И он дал две заповеди. Люби Бога и люби ближнего. Вот. Поэтому дьявол-то и пытается как бы тебе объяснить, зачем тебе их любить? Смотри, какие им противные. Не надо они ну вот. А твой эгоизм? Да, 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 да. То есть ну и вы все так спеваете, ну спелись, я имею ввиду не застаканом, а в песне. И все, и ты отваливаешься. Но хорошее было сегодня свидетельство. Переступаешь через это, оп, то есть и как-то оно по-другому пошло. Ты раз, твое отношение. Но в целом церковь это самое удивительное место на земле. Таких людей нет на земле. Нет у их. Понимаете? Дьявол замыливает это очень сильно. Ты нигде не найдешь такой уровень принятия и такой уровень отношений. И это невозможно. Вот. Аминь. Короче, я почему с Богом? Потому что Иисус. Я не строю систему. Все когда-то говорили, что они не строят систему. На финише потом не скажете. В итоге как получилось-то. Пошел или не пошел? Я гарантии не даю. Это самое. У меня супруга требует иногда. Говорит, обещай мне. Я ей пытаюсь объяснить. Всяк человек лжив. А Бог истинен. Бог не обманет. А знаете почему? Потому что я и себе это не верю. Я себе это не доверяю. Сколько я себе обещаний давал? Сколько обещал, буду делать то, буду делать это. Муж жене обещает все время. Все понаврет, все понаделает наоборот ровно. Поэтому она по простоте души требует от меня обещания. А я как могу дать обещания? Просто я не могу сказать, конечно, обещаю. Но я глобально смотрю на мир, думаю, люди такие они изменчивые. Как можно верить, если я себе не верю? Но я верю одной личности, которая никогда меня не подводила. Иисусу я верю. Аллилуйя. Он никогда не подводил. Никогда не чмырил меня, никогда не обзывал меня, не говорил обо мне плохо, не сплетничал про меня. Никогда. Но он говорит, есть условия, тебе нужно быть с моими братьями и сестрами. И надо их любить. Сможешь? Конечно, Господи. Он говорит, а если ты их не будешь любить, ты человек убийца. И ты лжешь, что ты меня любишь. Да, ситуация. Вот. Хорошо. Закончим на сегодня. Спасибо.